Ревизор в Черкасах. Это ресторан Буба. Вот тянет меня на всякую экзотику. Хинкальна Буба. Ресторан грузинской кухни в центре Черкас на бульваре Шевченка, 171. Местцевые его полюбляют, хотя отзывы про заклад очень разнообразятся. Семья в восторге. Хочется приходить и приходить. Вкуснейшая кухня, хорошее обслуживание. Шашлыки хачапури по-амеретински стали любимыми блюдами. А от хинкали невозможно оторваться. Интерьер очень красивый. Идея очень хорошая. Но так не можно. Семь хинкалев лепить 55 минут? Зголоднило так, что когда принесли, уже ничего не хотелось. Посещение оставило приятное впечатление. Кухня очень достойная. Обстановка приятная. Чувствуется грузинский колорит. Персонал приветливый и шостерые. Цены умеренные. Рекомендую. Ресторан неуютный. Официанты медленные. Приходилось несколько раз вставать и самим подзывать. Больше не придем. Проверим. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Одразу прямуемо на кухню. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это программа «Ревизор». Я Николай Тищенко. Худко вдягаемося и до работы. Так, ну что, кто у вас главный, ребята? Да, конечно. А мы пока начнем. В центре процесса расположена плита. Идет кулинарный процесс. Хотелось бы, чтобы она была чище. Коли прибирание у вас? Скажите, пожалуйста. Два раза в месяц лише? Это плохо. Каждый урон, каждый удач, что мы убираем. А вытяжку когда последний раз чистили? Зараз дизнаемось. И что мы видим? Вытяжку плохо убираете. И как все малюки уже трохи замазурились? Вы кто? Я администратор. Администратор, как вас зовут? Даша. Дашенька, скажите, когда вы последний раз чистили фильтр? Вытяжки полностью чистятся. Два раза в месяц. Два раза в месяц? Але цього точно замало. Два раза в неделю при вашей загрузке. А ну несите стул, быстренько, стул какой-нибудь. Отлично. Слюдят за чистотой. Мне это нравится. Молодцы. А вы кто? Здравствуйте, я управляющий. Саме вчасно. Как вас зовут? Анна меня зовут. Как вы думаете, это должно быть на вашей кухне? Нет, однозначно. Доброе, что вы это понимаете. Это плохо влияет на репутацию. Согласна? Согласна. Отработаем. Отработаем. Хорошо. Так, смотрите, полочку когда протирали последний раз? По идее, они протираются каждый день. По идее. В течение рабочего дня. Я вам напоминаю, мы с вами в ресторане Буба. Это грузинский ресторан. Правильно. Давайте тут проверим. Давайте тут. Где вы хотите, чтобы я проверил? Сами напросилися. Хорошо. По просьбе проверяю. Тут. Пожел быть. Это чисто. Это чисто? Хорошо. Это надо дорабатывать. Надо дорабатывать. Надо лучше протирать. Самое так. Вот на эти пятна на рабочей поверхности возле плиты не буду обращать внимания, потому что идет кулинарный процесс. Мы закроем на это глаза. Ну, давайте посмотрим на мангал. Это очень важно, потому что в предприятии, в самой кухне, здесь открытый огонь. А ты мангалишек? Как вас зовут? Да. Давайте знакомимся. Меня зовут Николай. Привет. Фамилия моя Тищенко. Это программа, знаете, какая? Ревизор. Точно. Это программа Ревизор. 1-0 в вашу пользу. Фильтр давно меняли? Мыли сегодня. Где управляющая? Смотрите. Труба в саже. И она в любой момент может засадиться и просто возгорание произойти. Внутри трубы. Я поняла. Не наружу, как вы думаете, что вы сейчас все увидите, тут сейчас оно вспыхнет. Нет, вот там, в трубе. У нас раз в месяц делается сервис обязательно. Фух, фух, я хотел... Сервис-система. Мне показалось, что вы сейчас скажете, у нас раз в месяц происходит возгорание. Нет, конечно, конечно, нет. Учите это, пожалуйста, исправьте. Да, спасибо вам большое. А мы продолжим. Ну что, проверим сейчас тесто раскатку. Там, где тесто соприкасается с деталями машины, эти детали, прошу прощения за тавтологию, должны быть очень чистыми. Вот, смотрите. Чисто. Так, поехали дальше. Между валиками чисто. Фух. С полегшением. Хотим, олею переверемо. На перший погляд олея чиста. Я проверю качество этого масла. Для этого у меня есть специальный прибор. Я надеюсь, что он будет зеленый. Проверяем. Ну что, готовы? Показатели растут. Смотрите, уже желтый. Зеленый он тут и не пахнет. Что вы готовите на масле? Чебурек. Все. Масло нужно сливать. Масло менялось вчера, но, видимо, нужно еще. Вы же понимаете, что он зависит от количества чебуреков, которые вы смогли в нем уменьшать. Строго. Наш анализатор показывает червяный цвет. Это означает, что на олею больше готовить не можно. И просто сейчас нужно сливать. А мы двигаемся дальше. Так, мы с вами зашли в холодный цех. У нас здесь работают две такие прекрасные, стройные девушки. Как вас зовут? Руслана. Руслана, а вас как? И Марина. Скажите, что вы здесь готовите? Салаты, холодные, закуски, десерты. Как часто слайсер моете? Каждый день. Ну, хорошо. Слайсер чистый. На рабочей поверхности есть контейнеры. На контейнерах есть стикера. 24-е, 07-е, по 26-е, 07-е. Это хорошо. В контейнерах мята. Есть матрасики специальные. Впитывающие матрасики. И наличие их здесь очень правильно. Потому что зелень не преет и не гниет. То, что вы это делаете и об этом знаете, мне искренне вам говорю, очень нравится. Так, идем дальше. Морозилка, минус 17. Что в ней? У нас мясо. Так, стенки морозильной камеры. Чисто. Стикеры есть на заготовке. 23-е, 07-е. Она в вакуумной упаковке. Отлично. Так, идем дальше. Давайте еще вот подальше. И достану оттуда колбаски. Глубокая заморозка. 21-е, 07-е. Стикеры есть. Это хорошо. На перший погляд, стикеры есть всюду. Что здесь внизу? Что за кульки черные? З чем они? Не уже смятя у морозилки. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, прямо в мусорном пакете еще один пакет, который разорван, и весь продукт высыпался. В мусорных пакетах нельзя хранить продукты, потому что это не пищевой пластик. Это исправки, срочно. Это что такое? Это жир или сало. Контейнеры открыты. Маркировки нет. Вы видите? Да, я вижу. Почему не в вакуумной упаковке, как все остальное? Хотела бы вам ответить. Кстати, какие-то есть системные ошибки. Мясо вы вакуумируете, а сала нет. Пожалуйста, исправляйте. Можете, пожалуйста, показать холодильники? Вот они маленькие, спрятались. Та від Тишченка не сховаться. Так, ну что, стикеры есть. А в этом холодильнике есть еще соус. Стикеры 23.07. Это ореховый, да? Свежий. Нарезка. 23.07. Пахнет приятно. Так, что еще у вас здесь? Огурцы, вот я вижу, есть соленые. 22.25. А по сусидству? Огурцы. 23.07. 26.07. Хранятся правильно. Так, а это кто у вас? А яйца какие? Скажите, пожалуйста. Сырые. Конечно. Конечно. Сырые яйца, девочки, с продуктами вместе хранить нельзя. Только в вареном виде. А если они обработаны? А можете показать, где и чем вы их обработали? Да, скажу, получится. Сырые яйца. Ходи, мы поднимемся, куда пошла кирующая, за каким расчином. Я же вам принесу эту штуку. Звідки? Из комнаты хозки. Звідки, звідки? Комната, где хранятся мусорные пакеты, хоз средства. Если хотите, я вас пройду. Давайте, покажите, где зберегается. Можем пройти. Можно открыть коровку, секунду. А, так? Да, открою я. Мы находимся у роздягальни для персонала. У каждого, напевно, есть полишки. До речи, они подписаны. Подивись, пожалуйста, с прізвищами. И саме тут господарча кімната, где зберегаются серветки, рукавички, пакеты для сметки, паперовые рушники. А где розчин, которым вы обработаете яйца? Да, да, нет, это не даст. Вот, пожалуйста, биопакдес. Биопакдес? А почему это не на кухне зараз? Потому что яйца, которые есть, они продезинфицированы. Когда необходимо, они берут, соответственно, в комнате хозки дезинфицированы. Доброе, давайте поврятаться на кухню. А Микола тим часом переверяет еще один холодильник. Десерти? Кроме десертов больше ничего? Сыры, десерты. Сыры, десерты. Мясо, соусов нет? Нет. Точно? Точно. Посмотрим? Правильно. Так, вот это что у нас? Орес, холодно. Стикер есть. Пахнет приятно. Так, что у нас здесь? Сырники. Сырники. Стикер есть. Отлично. С десертным холодильником повный порядок. Микола, нам дали дезинфекующий засіб, яким обрубляют яйца. Я бы хотела сейчас у шаха Кухаря спросить, как вы это делаете? Можете рассказать системно? Мы набираем яйца в бедро. Оно у нас дыр, камень, конечно, это наше обеспечивание. Дуршлаг. Так, ложим сюда яйца, замачиваем в этом растворе на 20 минут. Хорошо это все промываем. Ложим в лату, чтобы они просохли. И только сухие яйца мы ложим уже в ладильник. Но я бы пропустили один важный момент. Сначала яйца нужно обрублять в рощене соди, потом дезинфектор, и потом проточная вода в большой количестве. Только тогда яйца считаются обрубленными, и их можно сирыми складывать в холодильник. Можно под шутатой, я такие санитарные правила и нормы, обрубки я есть. Хорошо. Ну что, холодильники я посмотрел, а теперь идем в зал. Ну что, прежде чем мы проверим чистоту зала, я хочу обратить ваше внимание на открытую кухню, где готовят хлеб. Давайте познакомимся. Вы, извините, кто по национальности? Украинец. Украинец? А вы выглядите с бородой, сережкой. Ну, вы ли ты грузин? Бо в грузинском ресторане працюе. Сережа, а что вы сейчас делаете? В пекарке в шоте. Это тандыр называется? Да. Тандыр на дровах. А тандыр на электричестве, да? Я смотрю, там провода накаливания, да? Да. Есть у вас заготовка? Заготовка, вот, уже все выключено. Нет, ни одной заготовки не осталось? Мы немножко опоздали. Жалко. Очень хотелось попробовать приготовить хлеб. Так, что у вас здесь, ребят? Как вас зовут? Веста. Очень красивое имя. А вы кто, Веста? Печник. Что если такая хрупкая девушка? Печник. Мне казалось, что такая профессия мужская. Черкасские женки и таки сувории. Что здесь происходит в этом центре? Мы здесь пеком хачапури. Так, и что у вас здесь в холодильниках? Давайте посмотрим. Так, это фарш. Стикер 24.07 по 26.07. Ящик с заготовками теста. Есть стикер 25.07, 28.07. А пакеты не прорвутся? Нет. А, вот. Где? Показалось. Бывает же такое причудится. А может кто из двух просекаться хочет? Ну, давайте полочки уже проверим. Опля. Хотелось бы, чтобы она была чище. Видели? Да. Так и я это видел. Вот что печально. Аккуратней нужно относиться к продуктам. Ну что, большое вам спасибо за помощь. Вы мне все показали. Было очень приятно. Нам тоже. Хорошего вам рабочего дня. Спасибо. Идемте в зал. Интерьер сделан профессионально, с любовью. Но мы традиционно проверим чистоту зала. Вот давайте стол первый, попавшийся у окна. Чисто. Внизу под столом жвачек я не вижу. Чем не гости в Бубе? И под столом тоже чисто. Приятно. На стуле царапины. Чисто. С обратной стороны грязи нет. Ну и давайте посмотрим диван. Внутри мой любимый эксперимент на секретике. Помните, как в детстве? Спрячешь там какой-то секретик. Никто его найти потом не может. И даже ты. Вот в этих складках очень часто плохо убирают. И сохраняется пупы, грязь, остатки пищи. Есть немного мусора. Не догледили. Ну что, зал в целом чистый. Теперь идем проверим туалет и вымоем руки. Свет есть. Заходим. Крышка унитаза чистая с обратной стороны. Гвязи потоков нет. Сиденье унитаза тоже без проблем. С обратной стороны пятна. Неприемно. Слив. Работает отлично. Ведро прикручено к стене. Мусора нет. О! Черный ж ты мой! Черноглазенький. Йорш новый. И грязный, видите? Это оно. Фу. Не потешил чернявенький. Белая туалетная бумага. Отлично. Что еще здесь не так? Все здесь так. Красивый интерьер. Пыли. Нет. Руки мыть. Дозатор чистый. Умывальник. Грибка нет. Пятен тоже нет. Ну не к чему придраться же. Умывальник получает от меня зачет. Доместос чисто. На раме зеркало пыли нет. Зеркало отполировано хорошо. Так, ну что, моем руки. Дозатор работает хорошо. Горячая вода. Есть. Так, есть держатель для полотенец бумажных. И корзина для мусора пустая. Туалет в принципе чистый. Идем делать заказ. Такой же столик. Такой же столик. Будем брать. Возьмем этот. В самом центре зала. А можно официанта позвать? Ой. Почему? Ждет. Подкарауливает меня официант. За моей спиной. А мы и не заметили. А вы не официант? Стоп, не убегайте. А вы кто? Я администратор закладываю с вашей пиццы. А почему вы мне меню тогда принесли? Меню подносит. Зустречаю гостя в администратор. Выносит мину, поражает до стола. Ага, хорошо. А мы разводим? Ну, будем считать, что меня привели к столу. Проводим. Мы назовут это Аня, если не будем вашим официантом. Итак, меню. Такой кожаный планшет, в котором подается меню. Это креативно. Итак, что есть в меню? Кинкали сельские из рубленого мяса 12 гривен. Кинкали жареные 12 гривен. Чебуреки с мясом будут стоить 60 гривен. Хачапури по-аджарски 66 гривен. Долма 75 гривен. Напитки. Домашний лимонад 38 гривен. Ну что же, я готов сделать заказ. Пожалуйста, мне хинкали жареные из рубленого мяса. Чебурек. Там на порцию 2 чебурека. Два чебуреки тоже дайте. Чебуреки с мясом. С мясом. Что бы мне вы предложили из напитков? У нас есть домашние лимонады. Имбирица, тархун, махетто. Супер. Вот холодненького я бы и выпил. Мне давайте лимонад из тархуна. Доброе. Через сколько времени вы принесете мне весь мой заказ? Ваше замолинание будет готово через 15-20 минут. Ага. Отлично. А ну дайте секундный мер, пожалуйста. Так. Время пошло. Переверима, чи вчасно подадут Миколе страви в бубі. Пожалуйста, ваши хинкали с машинами с рубленами. Ага. Смотрите, вы обещали мне и хинкали, и чебуреки все вместе. Лимонад, тархун. Вибачьте, сейчас в минусе просто рук не вистачает. Выносите чебурек. Чебуреки с мяком. А вот и чебурек. Время стоп. Смотрите, нам обещали вынесли заказ за 15 минут и вынесли за 15 минут. Круто, молодцы. Споралися вчасно. Я был на кухне, и там была проблема с маслом. Показатели растут. Смотрите, уже желтые. Что вы готовите на масле? Чебуреки. Все. На оливье больше готовить не можно, и ее просто сейчас нужно сливать. Поэтому я хочу проверить сейчас, в каком масле готовили мне чебуреки. И чи заменили олію, как обещали? Я иду на кухню. Дайте мне халат, пожалуйста. Санитарный одяг перед отведенными кухней обовязковый. Так, ребята, в каком масле готовили мои чебуреки? Старое вы слили. Анализатор дайте, пожалуйста. А где старое масло? А ну покажите, пожалуйста. Остывает, вы слили сюда его. Мы поменяли просто фритюры. У нас два фритюра. Это остывает. То есть на этом масле вы больше не готовите? Дезнаемость чина справится так. Ну что, индикатор зеленый. С этим маслом все в порядке. Я могу спокойно есть чебуреки. А можно мне повара для дегустации? Кто готовил чебуреки? Кто готовил? О такой. Это же не боляче. Альмин, идемте со мной. Прошу вас в столу. Идемте, выходите. Останнее випробование осталось. Так, идемте попробуем. Ваше творчество кулинарное. Альмин, присаживайтесь, пожалуйста. Так, я заказал чебуреки и жареные хинкали. Начнем с них. Они должны быть сочные, правильно? Золотистая корочка. И очень важно, вот я взял руками за хвостик, аккуратно кусаю, чтобы бульон не вытек. И проверяем количество бульона. Бульона много даже, я бы сказал, целая столовая ложка. Начинки тоже много. Не пересоленная. Вкус специй очень приятный, нежный. Тесто тоненькое, не забивает вкус основной начинки. И очень сочное. Что крайне важно, чтобы хинкали были сочными. Мне понравилось. Так, чебуреки. Важен характерный хруст. Проверим. Хрустит. Количество начинки можно определить на просвет. Вроде бы немало. Тесто румяное, золотистое. Ммм. Тесто хорошее, очень приятное на вкус. Сама начинка свиноговяжий фарш. Укроп и специи. Смотрите, начинка не пересоленная. И как по мне, много укропа. А тесто нежное. Тай порту. Лимонад. Лимонад домашний. Он вкусный. Есть кислинка от лимона. Таким напитком хорошо утолять жажду. Особенно летом. Хорошая рецептура. Красивая презентация. Лимонад мне нравится. Спасибо. Выпью еще. Ну что ж. Альбина. Спасибо вам большое. Хорошего рабочего дня. Очень приятно. Спасибо. На свидание. Пока. Ну что, я все продегустировал. Теперь буду просить счет. Рассчитываться я буду кассой. Потому что это быстро и просто. И к тому же надежно. Можно счет, пожалуйста? 100? Хорошо. Зараз у вас подъедет администратор. Розрахуя. Хорошо. Спасибо большое. Итак, мой счет. Жареные хинкали. Чебураки с мясом. Лимонад тархун. 146 гривен. А вот и администраторка. Спасибо большое. Я вас разрахую. Здравствуйте. Прошу вас. Будь ласка. Народного дня. Спасибо большое. Ну что, кухню видел, еду пробовал. Вердикт через секунду. Мы проверили грузинский ресторан «Буба» на бульваре Шевченко. Черкасов. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши достижения. Черный – ваши грубые ошибки. Итак, зал модный и чистый. У вас уютно. Белый шар. Мой чек за хинкали, лимонад и чебурек. 146 гривен. Для ресторанов вашего уровня цены хорошие. Белый шар. Белый шар. Обслуживание. Я проверил вас на точность. Мне обещали принести заказ за 15 минут. И с этим справились. Обслуживание мне понравилось. Белый шар. А теперь кухня. У вас хорошее оборудование. Много поворов на смене. Продукты в основном простекированы. И нарушений товарного соседства не так уже и много. Но пыль и сажа. Уборка два раза в месяц. Этого мало для ресторана, где работают с открытым огнем. За чистоту на кухне. Черный шар. Дегустация. Подача блюд была хорошая. И несмотря на некоторые недостатки, у вас вкусно. За дегустацию белый шар. Буба, вам всего год. Но расслабляться у вас уже нет права. Особенно теперь. Когда у вас есть. Это... Ревизор рекомендует. Ресторан грузинской кухни Буба в городе Черкасы. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Молодцы. Он большой. Не подведите нас, пожалуйста. Меняй всю нашу команду. Мы вам поверили. Спасибо. Успехов вам. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»